МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Все профессии важны. Михаил Игнатьев вручил государственные награды жителям Чуваши. Чемпионат, который все ждут. Сегодня прошла пресс-конференция представителей Европейской ассоциации легкой атлетики. Новые местные жители. К обитателям Чебоксарского залива добавилась пара пеликанов. На Петербургском международном экономическом форуме обнародованы результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Это первая полномасштабная оценка регионов по комфортности ведения бизнеса. Чувашия вошла в лидирующую группу по направлению регуляторная среда благодаря эффективным институтам защищенности бизнеса. В частности, отмечено наличие и качество регионального законодательства о защите прав инвесторов и поддержке инвестиционной деятельности и прозрачность ведения бизнеса. В группе А республика находится также по показателю удовлетворенности предпринимателей мерами господдержки в регионе. Уже звучали, я знаю, в ходе состоявшихся дискуссий примеры этого положительного состояния дел. Но, тем не менее, я воспользуюсь случаем, чтобы еще раз их назвать. Это того стоит. Это и Калужская область, Татарстан, Белгородская область, Тамбовская, Ульяновская область, Краснодарский край, Ростовская область, Костромская область, Чувашская республика, Тульская область. Вновь подчеркну, национальный рейтинг инвестиционного климата должен стать инструментом повышения качества управления на всех уровнях власти. Это сегодня тоже одно из ключевых направлений нашего развития. Очень серьезное событие для республики, потому что инвесторы очень внимательно следят за возможностями развития бизнеса в разных регионах. И, конечно же, девятое место открывает для нас очень серьезную перспективу по привлечению и внутренних, и внешних инвесторов. Много сделано, потому что инвестиции у нас в республике, заводы построены, иностранный капитал пришел, вот и результат совместной деятельности. Ну и в республике тоже много делается, много поддержки предпринимателям и большим агрохолдингам, большому бизнесу выделяются средства как из республиканского, так и федерального бюджета. Мне хочется в преддверии праздника сказать, что молодцы, что так держать, чтобы Чувашская республика, благодаря открытости, прозрачности, серьезной работе команды главы Чуваш, и в перспективе, также в таких рейтингах местах занимал первые две места, а то, что наша экономика, наше производство будет развиваться, будет развиваться социальная сфера, которую я сегодня представляю, будут новые клиники, будут новые школы, будут новые садики. Сегодня в Чебоксарах торжественно стартовал командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Накануне открытия в Чебоксарах прилетел президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свейн Арне Хансен. Он был избран на этот пост недавно, в апреле текущего года, и чемпионат, который пройдет в Чебоксарах, его первые крупные соревнования в качестве президента ассоциации. «Был прекрасно организован чартер. Спасибо, все было очень хорошо. Я ожидаю очень интересные, хорошие соревнования здесь, особенно в этот год, когда нет большого европейского чемпионата. Эти соревнования для нас очень важны. Очень хотелось, чтобы была хорошая погода. А так, я уверен, что соревнования специальные, особенные, и будет очень интересно». Своими впечатлениями от прилета Свейн Арне Хансен поделился и с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Михаилом Игнатьевым. Сегодня в Доме правительства состоялась встреча на высшем уровне. «А первое впечатление от вашей республики было уже тогда, когда вы подавали заявку?» «Европейская легкая атлетика дала вам право на проведение этого соревнования, потому что мы были совершенно уверены в том, что вы сможете обеспечить очень высокий уровень этих соревнований в течение ближайших двух дней». «Спортивные мероприятия на нас, с одной стороны, возлагают огромную ответственность, но, с другой стороны, мы рады приветствовать всех коллег самого президента, самих спортсменов. Это нас вдохновляет и дает дополнительные стимулы для дальнейшего движения вперед». После встречи Михаил Игнатьев и Свейна Арне Хансен приняли участие в брифинге организаторов чемпионата. Анастасия Алексеева, Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, «Республика». «Встречала наша съемочная группа в аэропорту и спортсменов». «Четыре международных чартерных рейса с легкоатлетами с перерывом в полтора часа. Чебоксарский аэропорт взял на себя основную часть нагрузки по встрече спортсменов. К этому событию подготовились заранее, увеличили зону паспортного контроля, ускорили работу всех служб. Одними из первых в Чебоксары прибыли сборные Германии и Финляндии. В составе немецкой сборной звезды мировой величины. Их команда рассчитывает на успех в этих международных стартах». «Я думаю, мы все готовы. Это очень важно для нас. Это шаг к мировому чемпионату. Мы сильная команда, поэтому мы сможем соревноваться здесь». «Я тренировалась весь прошлый год. Последняя моя тренировка была вчера. Она была продуктивна. И да, я готова к соревнованию». «Финская сборная прилетела практически в полном составе. Ее звезда Терры Пит Камяки присоединится к своей команде позже. «Нас очень порадовала солнечная погода. Когда мы приехали сюда, нас порадовало большое количество людей, которые нас здесь встречало. Я уверен, что Чебоксары – хорошее место для этих соревнований. Мы надеемся, что соревнования в Чебоксарах пройдут хорошо для всех нас». По прилете все спортсмены в сопровождении пресс-атташея волонтеров направились в отели и гостиницы. «Сильнейшие спортсмены Старого Света прибыли в столицу Чувашии. Для отдыха и акклиматизации у них есть всего лишь один день. Дальше борьба за медали. В эти выходные Европейское легкоатлетическое общество и весь мир узнают имена лучших спортсменов командного чемпионата». Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. 59 стран Европы в прямом эфире увидят соревнования по легкой атлетике из Чебоксар. 110 часов прямых трансляций, а включая повторы и итоговые дневники – 123 часа. Эти цифры – самые высокие для командного чемпионата за последние три года. Такую статистику озвучили сегодня на пресс-конференции представители Европейской ассоциации легкой атлетики. Для президента Европейской легкоатлетической ассоциации норвежца Свейна Арни Хансена соревнования в Чебоксарах первые в качестве руководителя. По его словам, он переживает, но понаблюдав за подготовкой и увидев воочию спортивные объекты и наш город, он уверен, что чемпионат пройдет на высоком уровне. «Для Европейской легкоатлетики командный чемпионат – это огромное мероприятие, потому что завтра, послезавтра появятся новые герои, новые лица, новые спортсмены, которые будут вдохновлять молодых спортсменов, молодых людей во всей Европе. Я говорю, что мы не только здесь проводим этот чемпионат, но и в других местах. И 7 тысяч спортсменов приняло участие в этих соревнованиях за эти годы. Например, Норвегия никогда не могла бы подумать о том, чтобы попасть на соревнования бриллиантовой лиги или какие-то другие престижные соревнования. Поэтому для европейской легкоатлетики, для наших спортсменов этот командный чемпионат – это великое дело». Представители Европейской ассоциации отметили, что в Чувашии многое делается для развития легкоатлетики. Есть поддержка главы региона, а это один из важнейших аспектов. «Двоенне почетно, что местами его проведения стали Чебоксары. Этот выбор продемонстрировал признание спортивных достижений нашей республики, как на российской, так и на международной аренах. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что живем в одном из самых спортивных регионов страны. В Чувашии проходят самые массовые спортивные зарядки и физкультурные акции. Строятся самые современные спортивные сооружения». Исполняющий обязанности президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Вадим Зелеченок на пресс-конференции назвал Чебоксары столицей королевы спорта страны. В ближайшее время столица республики может стать не только городом, где проходят крупнейшие соревнования, но и местом для подготовки спортсменов. «Эта республика, этот город действительно очень спортивный, а для легкой атлетики это практически главный в России город для проведения соревнований. Потому что если посчитать общий объем тех крупнейших мероприятий, которые проводятся в Чебоксарах, ни один другой регион России не может с ними конкурировать. Подготовки спортсменов сборных команд. Здесь проводятся тренировочные сборы». После командного чемпионата Европы у Чебоксар будет богатый опыт, заявил исполнительный директор соревнований Михаил Бутов. «Прежде всего, еще раз повторю, это обновленные спортивные сооружения. Очень важно, это то, что мы работаем такой дружной командой с коллегами из Европейской ассоциации. И это дает возможность таких хороших, серьезных инвестиций в наш менеджмент, в людей. Люди учатся работать с глобальными компаниями, учатся работать с международными спонсорами, национальными спонсорами. Это очень важно для таких не самых больших городов России, как Чебоксары. И это даст возможность развиваться не только спорту, но и людям. Совершенствовать свои навыки, интегрироваться больше с европейскими коллегами, в большей степени работать на таком международном рынке в дальнейшем». Гости и организаторы соревнований заявили, что все объекты готовы. Теперь остается ждать яркой и насыщенной борьбы за награды Командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Встретились сегодня с журналистами и спортсмены, участники Командного чемпионата Европы. Они рассказали о своих впечатлениях о Чебоксарах, а также о том, чего ждут от соревнований. На встречу с журналистами пришли россияне Екатерина Конева, чемпионка Европы в прыжках в длину, и Сергей Шубенков, призер чемпионата мира в барьерном беге. Поляк – двукратный олимпийский чемпион в толкании ядра Томаш Маевский. Чемпионка мира среди юниорок в беге на 100 метров Дина Ашер Смит из Великобритании и Немка, лидер мирового сезона в толкании ядра Кристина Шванец. Томаш Маевский в России не в первый раз выступал в Москве и Казани. На этот чемпионат у поляка большие планы. В прошлом году мы получили третье место, но в этом году у нас не было медалей, и мы надеемся, что наша цель – все-таки зайти на пьедестал. 19-летняя Дина Ашер Смит на подобных соревнованиях выступает впервые. Россия была только раз, а в Чуаше мечтает посмотреть достопримечательности. Но я не знала, что здесь ожидать. Конечно, история, история восхитительная. И я хочу пойти посмотреть на памятник матчу Ваши. Он действительно выглядит, как Иисус Христос. Журналисты поинтересовались у российских спортсменов, насколько повлиял на их подготовку смена главного тренера команды. Я считаю, что ничего, да, не поменялось кардинального в нашей сборной. Я чувствую только от него большую поддержку. И я считаю, что это очень много для нас, спортсменов. Спортсмены теперь ждут поддержки от зрителей, чтобы завоевать первое место командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии началось внутрипартийное голосование, которое позволит определить кандидатуру от «Единой России» для выдвижения на предстоящие сентябрьские выборы на пост главы Чувашии. В Доме культуры Ядринского района прошла первая встреча кандидатов с выборщиками трех местных отделений партии – Ядринского, Красночитайского и Маргаушского районов. Выбрать кандидатуру от «Единой России» на предстоящие выборы главы Чувашии предстоит 1100 выборщикам, их утвердил региональный полицовет партии. За выдвижение борются восемь кандидатов, временно исполняющие обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев, олимпийская чемпионка Елена Николаева, директор Чувашского государственного, Институт гуманитарных наук Юрий Исаев и другие. На первой встрече с выборщиками в Ядринском районе участвовало шесть кандидатов, каждый представил свою программу. Основной задачей своей программы Михаил Игнатьев считает создание условий для развития человека, его самореализации, а также укрепление общечеловеческих и общесемейных ценностей. Все взятые социальные обязательства, как мы выполняли, так выполняем и будем сполна выполнять. И эта программа, стратегия в политике, она была приоритетной и остается. Следующее серьезное направление – это уважительное отношение к нашим ветеранам и оказание содействия в виде социальных выплат. Кроме этого, программа, которую я провозгласила политическая партия «Единая Россия», я уже как товарищ по партии могу сказать, это детские сады детям, новые дороги городам России, они эффективно выполняются. О единой команде говорил на встрече Елена Николаева. Я патриот своей Чувашской республики и уверенно могу заверить, что жить и работать в Чувашской республике – это здорово. Команда главы республики и партии «Единая Россия», я считаю, успешно развивает и воплощает все те планы, которые наметили на все годы, сколько мы уже находимся во главе Михаила Васильевича. И поэтому хочется на самом деле пожелать всем нам, чтобы вчерашняя мечта была надеждой сегодняшнего дня и реальностью завтрашнего дня. После выступления кандидаты ответили на вопросы выборщиков. Интересовались, к примеру, привлечением инвестиций в экономику, планами по обеспечению занятости населения и достойной оплаты труда. Затем прошло тайное рейтинговое голосование. Итог. В Рио главы Чуваши и Михаила Игнатьева поддержали 91,4%. Следующие встречи кандидатов с выборщиками запланированы на сегодня, 19 июня в Чебоксарах, а 20 числа кандидаты посетят сразу несколько районов – Батаревский, Цивильский и город Канаш. И только что закончились праймерис в Чебоксарах. 7 из 8 человек, подавших заявки на участие в праймерис, пришли на встречу с выборщиками. Каждый из кандидатов изложил ключевые пункты своей программы, которую он планирует реализовать в случае избрания главой Чувашской республики. По результатам голосования определился лидер, временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев. Их заслуги в профессии признали на государственном и республиканском уровне. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев вручил 29 государственных наград труженикам региона.